что является благословением Нового Завета конечно многие могут Дух Святой Аминь многие могут мне сказать то что ты сейчас будешь читать Орен также это могут делать и другие я видел сам лично на Кавказе как один мусульманский проповедник изгонял бесов из людей потихонечку то он копыта им ломал копыта уходила потом это потом то я видел лично в еврейской семье как Равин приходил и слушайте меня внимательно и изгонял бесов но вы знаете что я могу сказать вам одну вещь везде где я это видел судьбы людей не изменились их суть не изменилась их жизнь не изменилась и исламские проповедники я видел изгоняют бесов я видел своими глазами как там щепели змеи я зашел туда там щепели змеи змеи кстати как змеи щепели люди люди как змеи щепели потом там такие были ну невозможно было там сидеть и они на меня прыгали там люди что мы тебя знаем там и все это еще было до того как до того как но они меня уже знают потому что тот кто во мне больше того кто в этом мире это было еще до того как вы понимаете о чем я говорю я видел как он людям давал водичку попить и там у него была плетка такая он вот сегодня у него там ушло это завтра хвост ушел я не знаю что там ну вы понимаете я утрирую я видел как пришел равен в еврейскую семью изгонял бесов но я вам хочу засвидетельствовать что жизнь этих людей не менялась почему потому что меняется жизнь только лишь тогда по-настоящему когда человек рождается свыше поэтому когда Нагдемон Никодим пришел к Ишуа это может произойти только лишь благодаря Новому Завету это происходит не благодаря тому что произошло на Синае слава Богу за Синай слава Богу что мы получили святую Тору но это происходит благодаря тому что Ишуа висел на древе он умер за грехи людей и воскрес для их оправдания так написано но когда Ишуа что-то дел жизни людей менялись аминь давайте откроем вместе первую главу Евангелия от Марка с 21 стиха и приходят в Капернаум и вскоре в Шаббат вошел он в Бейт-Кнесет в Синагогу и учил но это было обыкновение у него в Шаббат в Синагогу церквей не было еще слава Богу и воскресенье еще не было был Шаббат и была Синагога и дивились его учению ибо он учил их как власть имеющий а не как книжники а не как кто вот я вам хочу сказать люди оставляющие благодать Господа люди оставляющие помазание Господа люди обращающиеся к басням и к логическим суждениям и учениям от них отходит одна вещь знаете какая власть власть поэтому Писание говорит что мы безумны в Мессии когда у людей отходит власть когда они увлекаются разного рода учениями власть отходит от них они не могут учить с властью представьте время Рим правит Иерусалимом война ожидают Мессию зелоты делают свое дело ловят воинов и ловят тех которые работают на Рим убивают ну время тяжелое в общем Ирод и в это время приходит Иешуа и именно Писание обозначает здесь он учит и удивляются его учению потому что он учит как власть имеющий друзья о чем это говорится здесь мы помним что когда он сказал прощаются тебе грехи твои они посмотрели на него и говорят ты кто такой вообще чтобы прощать грехи потому что они говорили и говорили правильно по их логике и рассуждению что только Бог может прощать грехи он говорит что легче сказать прощаются грехи твои или ты исцелен встань возьми свою что там было постели иди в дом твой но чтобы вы знали что у сына человеческого есть власть на земле и грехи прощать то есть замечайте что я говорю я говорю о благословении нового завета сегодня мы имеем то что не имеют миллиарды людей но почему мы не понимаем этого потому что мы это не используем а если используем используем неправильно не в тех целях неправильные молитвы я сейчас объясню и дивились его учения ибо он учил их как власть имеющий а не как книжники в бейткнессете их был человек одержимый духом нечистым и вскричал оставь что тебе до нас ешуа назарянин ты пришел погубить нас теперь сделай поставь здесь несколько восклицательных знаков для чего пришел ешуа бесы об этом знают люди забывают ты пришел погубить нас и поэтому сразу обращаемся к 1 иоанна 3 глава 8 по моему стих или 9 для того явился сын божий чтобы что сделать разрушить дела дьявола ты пришел погубить нас говорят бесы знаю тебя кто ты святой божий но ишуа запретил ему говоря замолчи и выйди из него тогда дух нечистый сотрясший его и вскричав громким голосом вышел из него некоторые люди сегодня смотря на такие вещи говорят это не то другие говорят это секта третьи говорят а это еще что-то но это евангелие славы в действии понимаете это благая весть которая действует мы должны понять как действует благословение который есть дух святой как действует наша жизнь если ты ничего не будешь делать под лежачий камень что вода не течет поэтому если ты не делаешь а есть люди которые делали несколько раз и они разочаровались потому что у них ничего не получилось продолжай делать потому что Бог ищет делателей продолжай делать то что сказал Господь и когда делаешь не надейся на свои силы потому что это не ты это Бог понимаешь в чем дело Ешуа не сомневался и все ужаснулись так что друг друга спрашивали что это что это за новое учение что он духом нечистым повелевается властью и они повинуются ему теперь остановитесь здесь написано новое учение я вам задам вопрос так нам нужно пребывать в новом учении или возвращаться в старое так книжники они же выносят из старого и из нового сказал сам Ешуа они выносят из старого и из нового но они не учат как власть имеющие сам решай давайте дальше 10 глава Луки Ешуа отправляет 70 прям как Сан-Эдри и они возвращаются но мы до этого прочитаем 16 стих 10-16 слушающий вас меня слушает и отвергающийся вас меня отвергается отвергающийся меня отвергается пославшего меня теперь какое послание несли ученики в то время вы помните а я вам скажу благословение нового завета покайтесь ибо приблизилось царство небесное вот это было послание учеников покайтесь ибо приблизилось царство небесное теперь слушайте Ешуа их учит молиться они просят его научи нас молиться потому что Иоанн научил своих фарисеев своих научи нас молиться он говорит молите же так отче наш сущий на небесах да святится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя и на земле это чисто еврейская молитва кстати не христианская потому что христиане все хотят на небо и на земле как и на небе то есть к чему мы призваны мы призваны принести царство небесное на землю волю божью на землю вот к чему мы призваны хотя наше место жительства на небесах о горнем нужно помышлять здесь немного о других вещах говорится здесь говорится не приземляйтесь настолько чтобы похоть плоти похоть отчей и гордость житейская не держала вас здесь говорится об этом но мы люди нового завета которые должны принести царство небесное на землю и принести волю бога на землю понимаете вот в чем дело и смотрите что он говорит когда вы говорите слово и вас не принимают не нужно переживать не принимают меня а когда не принимают меня не принимают моего отца Теперь рассуждайте. Где вам нужно быть? Где нам нужно быть? Мы находимся в обществе, которое не принимает Мессию. Я сегодня говорил с одним человеком неверующим. Я говорю, ты знаешь, я проповедник, неверующий. Он, не буду говорить, кто. Хороший человек. Я сказал, меня гонят здесь, и нас здесь гонят больше, чем в какой-либо другой стране. Я дам, где-то убивают в мусульманских странах и все. Я говорю, на законодательном уровне пытаются гнать, но делают это тихо. Он говорит, да я знаю все. Я вам сочувствую. Я понимаю все. То есть мы живем в обществе, где отвергают Ешуа. А если отвергают Ешуа, значит отвергают Бога. Но мы пытаемся доказать, я не сердцеведец. У Бога есть свои люди везде. Семь тысяч, которые не преклонили колен пред Ваалом, были во времена Ильи, и сейчас есть таковые в Израиле. Есть остаток святой. Не забывайте об этом. То есть я не хотел бы, чтобы из моей проповеди антисемиты сделали свою теологию и теорию. Потому что я презираю антисемитизм и антисемитов в том числе. Я презираю их. Простите меня. Я верусь в человек. Отдаю себе отчет в том, что я говорю. Презираю таких людей. Потому что антисемиты это люди наполненные ненавистью к Богу. А не к человекам. Прежде всего к Богу. Они просто об этом не знают. Так вот, послушайте. Он говорит, если вас не принимают, не принимают меня. А не принимают меня, значит не принимают отца моего. А что вы должны делать? Смотрите, что говорят ученики. Принимают, не принимают. Какая разница? 70 учеников возвратились. Кем тебе надо стать? Слава Богу. Пришло время. Пришло время. 70. 70 возвратились. Это было как санедрин. 70 возвратилось. Я говорю. Это полный перевод с Яванита. 70 возвратилось. Тебе что нужно делать? Стать учеником. Если ты не станешь учеником, все бесполезно. 70 возвратились. 70 возвратились. с радостью и говорили. Господи. И бесы повинуются нам о имени Твоем. Знаешь, почему было 70? Почему было 120? И почему среди них было трое? Надо знать историю. Потому что было 120, было 70 и было трое в Израиле. И Ишуа сделал точно так же, как было в Израиле. Противопоставил. Поэтому он сказал, что я создам мою общину и врата ада ее не одолеют. И поэтому Писание говорит нам, что он сказал, из тех, которые называют себя, но не суть таковы, не буду, вы понимаете, придут и поклонятся тебе. Там есть множество вещей. Нужно изучать историю, нужно глубоко изучать теологию мессианскую. Почему Ишуа именно выбрал троих? Петра, Иоанна и Якова. Потому что было трое главных мудрецов на то время. Почему 70? Потому что были Синдрион. И почему 120? Потому что было великое собрание, 120 человек. Они были там, а эти были здесь. Они были приняты всем миром, а эти были отвергнуты всем миром. Но они исполнили волю Божью. С радостью говорили Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Интересно. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть. Наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Теперь давайте я вас поучу чуть-чуть некоторым вещам. Некоторые люди неправильно понимают этот момент власти. Когда их гонят неверующие люди, они начинают молиться и говорят, я связываю во имя Ишуа, та-та-та-та-та-та-та-та-та. И эти скорби не уходят. Потому что вы путаете некоторые вещи. Он дал нам власть для служения. Он дал нам власть, чтобы служить. Когда мы идем проповедовать Евангелие, Он дал нам власть, чтобы то, что мы говорим, происходило. Исцеляли больных, воскрешали мертвых, изгоняли бесов. Но Он не сказал, что я даю вам власть против скорбей, потому что будете скорбеть за мое имя, и я даю вам власть, и вы изгоните эти скорби. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Поэтому некоторые люди путают эту власть и начинают молиться неправильными духовными молитвами. Я их называю колдовские манипулятивные молитвы. Молятся против других людей. Это неправильно. Некоторые люди меня не слышат. И потом это выходит им боком. У нас есть власть против бесов. Или над бесами, скажем так. Над духовными силами. У нас есть власть во имя Ишуа. Это и есть благословение Нового Завета. В духовном мире у нас есть власть. Но мы должны понимать, где наша власть заканчивается. Хотя она безгранична, мы должны понимать, что поразнь мы члены, а вместе тело. И когда Писание в Эфесянах говорит нам, что мы противостоим определенным силам духовным, здесь не говорится, что ты один или ты одна противостоишь этим силам. Здесь говорится, что община, о которой он сказал, я создам мою общину, и врата ада не одолеют ее, она противостоит этим духовным силам. И в этой общине есть апостолы, пророки, евангелисты, пастыря и учителя. Сегодня я сказал некоторым нашим пастырям, будем теперь встречаться где-нибудь на выезде три раза в год, чтобы поститься и молиться, как в 13 главе Деяний. И мне один брат говорит, который пришел из пятидесятнического движения, такого более харизматического к нам. Он говорит, да, вот это то, что потеряли пятидесятники. Вот эти встречи, молитвы, посты, чтобы двигаться духовно. Это не только пятидесятники потеряли, это многие потеряли сегодня. Нам нужно это возобновлять. Мы должны понимать, друзья, что наша сила и власть безграничны в Машехе. Но это не у одного человека, и не у одного апостола. Вот эти апостолы думают, только у него одного это так, и поэтому они падают глубоко. Это у общины, это у тела, это у нас у всех. Порознь мы члены, а вместе тело. И поэтому, если вы залазите на те территории, на которые вы не должны влазить, у вас, конечно же, будут проблемы. Нельзя этого делать. Но мы должны знать, что эта власть безгранична. Аллилуйя. Но если это касается вашей территории, вашей семьи, вашей работы, и вы видите, что дьявол вас атакует, вы имеете право, вы имеете власть разбираться с этим духовно. Вместо того, чтобы разбираться по плоти и ругаться с людьми, вместо того, чтобы доказывать что-то кому-то, во-первых, нужно получить откровение. Что происходит? Должен я это пройти и молиться, или я должен здесь использовать свою духовную власть? Это серьезнейшие вещи. Благодаря тому, что мы слышим Бога, некоторые люди остались в живых. Верующие люди. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Иной раз наша жалость человеческая, Бог говорит, кого пожалеть, пожалею, кого помиловать, помилую. Нам нужно слышать Святой Дух. И знаете, благословение Нового Завета, это то, что Бог дает тебе возможность слышать Его Дух. Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Если Он может свидетельствовать нашему Духу, что мы дети Божьи, значит, Он может и развивать наш Дух. И мы можем развиваться в Духе. И поэтому я говорю, друзья, не то, что я такой фанатичный харизмат, я говорю, очень важно нам развивать свою духовную жизнь. И это происходит очень сильно через говорение на иных языках. Через говорение на иных языках. А когда люди говорят в своих учениях, а это не те были языки, это был английский, итальянский, и это было, и то было. Или когда люди оставляют добрые и начинают идти к злому, это плохо, друзья. Но потрясающую вещь Он здесь сказал, однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются. Значит, духи повинуются все-таки. Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Ну, конечно же, в книге жизни. И смотрите, что происходит с Иешуа. В тот час возрадовался духом Иешуа и сказал, славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных. Калабасату. Они нас пытаются вести в мудрость какую-то. Ты утаил от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Я хочу сказать, конечно, мы не можем оставаться всегда младенцами, но Господь говорит, будьте как дети. Мы должны духовно расти, питаясь молоком, хлебом и мясом, в конце концов. Мы должны развиваться духовно. Для этого Бог и поставил институт свой на земле, свою общину, которая дает развитие людям, чтобы они развивались в духе. Но это не говорит о том, что мы перестаем быть детьми. Мы всегда остаемся детьми Божьими и всегда удивляемся Богу. Аминь. Аллилуйя. И смотрите дальше, что написано. Они хотят обратить нас к мудрым, а мудрые не принимают того, что от Бога, потому что они душевные, потому что душевный не может принять духовного, потому что о духовном нужно рассуждать духовно, понимаете? Потому что он душевный, он слишком логический, он слишком привязанный к своим человеческим мозгам, в которых много твердынь и которые не обновлены. Поэтому нам нужно быть как дети, и нам нужно принять как дети эту власть от Бога, потому что он уже заплатил и он даровал ее нам. Аминь. Смотрите, что говорит дальше. «И обратившись к ученикам, сказал, все предано мне отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца». Это сильные места писания. «Никто не знает, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». То есть, вот давайте сейчас здесь тоже. Такая, это сложно мне говорить в Иерусалиме, чтобы не превратили мое слово во что-то другое. Но только сын может открыть отца. А эти сказки и басни, что они веруют в отца, а Ишуа есть тоже Бог, и значит они веруют и в Ишуа, басни. Новый Завет – это персональная вера человека на личном уровне. Поэтому Писание говорит, как уверуют, если нету благовествующих. Если мы не пошлем их. Поэтому Писание говорит, сердцем верует к праведности, устами исповедует ко спасению. Мы лично должны это делать. Понимаете? И только тогда мы можем идти к отцу. А приходя к отцу, мы можем получать от отца. Я есть путь, жизнь, путь истины и жизни. Никто не приходит к отцу, как только через меня. Не приходишь к нему, не приходишь к отцу. Все. Все очень просто. А то, что ты пришел к отцу, это не твои заслуги и не мои. Это благодать. Но вы помните, только у тебя все хорошо. Ты хорошо зарабатываешь. Или у тебя хорошая отеческая религия, любая, иудаизм, христианство, что бы это ни было, ислам, любая, буддизм, индуизм. Или ты вообще ни во что не веришь. Ты интеллигентный человек. Пока ты, ну, тебе ничего не надо. А он пришел к тем, которые смиренны, которые уже поняли, что они себе сам, сами помочь не могут. И вот некоторые из нас были такими, но сейчас стали слишком умными. Они вроде бы повзрослели, но не духовно, логически. А Господь не имеет дела с теми, которые возрослеют и думают, что они знают больше, чем Он. Хотя они этого не признают, что они знают больше, чем Он. Но их мудрость уже настолько зашкаливает, что она уже ослепила их. Ослепли люди. А Ишуа пришел, чтобы слепые видели. Кто-то слышит меня. И обратившись к ученикам, сказал им особо, блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Эти слова меня просто рвут изнутри. Мы должны понимать, что мы имеем. Смотрите, что говорит Господь. Ишуа говорит слова, которые рвут меня изнутри. Он говорит, блаженны вы это. То есть Он сейчас обращается к нам. Потому что мы в Новом Завете. Блаженны вы. Потому что и блаженны очи ваши. Блаженны мои очи. Аллилуйя. Аминь. Скажи, блаженны мои очи. Ибо сказываю вам, что многие пророки, цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Мои глаза, и мои уши блаженны. И вот, один законник встал, и искушая его, сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вечный вопрос. И знаете, что меня расстраивает, что этот вопрос пришел в общину Божью, и люди, которые уже родились свыше, они задают этот вопрос. В общем, что я хочу сказать. Откройте последнее местописание, если вы когда-то хотите видеть Новый Завет в действии. Последнее местописание на сегодня от Марка, 16 глава. Он говорит, мне дана вся власть в Матфеи. А здесь Он говорит потрясающие вещи. 16-14. Наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечерей и упрекал их за неверие и жестыкосердие. Окей. что видевшим Его воскресшего не поверили и сказал им идите по всему миру и проповедуйте благую весть всей твари. Кто будет веровать и погрузиться, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Кого будет сопровождать? А если людей не сопровождают, значит что? Значит они неверующие. Если не сопровождают, я вам покажу в пятницу кое-что, расскажу вам все общения, что у нас произошло недавно. Если не сопровождают, то есть нам нужно быть верующими, учениками, свидетелями. Он говорит, у веровавших будут сопровождать сии знамения. Это новый завет в действии. Именем Моим, скажи именем Его, скажи именем Его, скажи именем Ешуа, не именем Орана, Васи, Пети или еще кого-то. Именем Ешуа. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Новыми языками. Смотрите, куда Господь возвел это, новые языки или иные языки. А вы знаете, что последние слова человека, который уходит с земли, они очень важны. Новыми языками. Один брат есть, он передо мной побаивался сказать, что насчет языков, а в других местах он, я посмотрел видео там одно, он смеялся там над теми, кто на иных языках молится. Э, вы думаете, это сила святого духа? Да-да, это сила святого духа. Да-да, это новый завет в действии. Именно так и есть, друзья. Это сила святого духа. Это свидетельство того, что ты верующий. Это свидетельство того, что ты ученик. Это свидетельство того, что ты свидетель. Кто-то слышит? Будут брать змей и если что, смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесной Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Что они делали? А Господь что делал? Содействовал им, подкрепляя слова последующими знамениями. Аминь. Нет слова, нет знамений. А слово должно быть. И исходить от познания Бога и от Духа Святого. Слово должно быть от славной вести. Друзья, поэтому эти как их там звали? Сыновья первосвященника говорят мы повелеваем тебе во имя Ишуа, которого проповедует Павел. Нет. Новый Завет это личное. Новый Завет это личное. Скажи, Новый Завет это личное. Это не папа мой, мама моя, брат мой, пастырь мой, еще. Это личное. Это мое. Это я. Я не могу на чужом помазании въехать в царство. Я могу поиграться чуть-чуть с царством небесным здесь на земле на чужом помазании. Но в конце концов это мое личное. Я должен принять решение. Я должен сказать, что это мое. Я это принимаю. Я должен научиться жить по законодательству Нового Завета. Ой, какое слово. Я должен научиться жить по законодательству Нового Завета. Что же это за законодательство? Хотите знать? Очень просто. Это обрезанное сердце. Это вложу Тору мою в сердца их и напишу на сердцах их. Вот что такое законодательство Нового Завета. И им не нужно будет уже говорить «Познай Господа», но они сами будут знать Его. Это что-то личное. Новый Завет это не просто массовое что-то. Это что-то личное, тайное. Это что-то мощное. Это что-то сильное. Это что-то, что меняет человека изнутри. И не просто меняет. Оно имеет силу и власть дать человеку новое рождение. Вы об этом представите. Это как папа и мама соединяются. Через девять месяцев, если Бог благословляет, рождается ребенок, точно так же новое творение рождается свыше. Это что-то мощное, сильное, что-то, что невозможно передать словами. Ты можешь примерно рассказать. И когда ты рассказываешь благую весть, Дух Божий берет эти слова, потому что Господь сказал, буду поддерживать вас, когда вы будете это делать. И касается сердец людей, и у них тоже это происходит. Потом тебе не нужно будет уже много им рассказывать. Они начинают это переживать сами, потому что это что-то личное, что-то сильное. Вот что такое Новый Завет, друзья. Аллилуйя. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Поэтому храните, что имеете, защищайте истину, чтобы никто не украл у вас то, что вы имеете. Аллилуйя. Аминь. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за это слово. Благодарим Тебя, что Ты сказал в Своем слове, что будет Господь так, что верующие их будут сопровождать сии знамения. И Ты сказал это более двух тысяч лет назад. И это происходит, Господь. Хотя люди хотят смеяться над этим, люди хотят противостоять этому, кто может противостать Тебе, Господь. Ты сказал все мне передано отцом моим небесным. Мы благодарим Тебя Отец. Также мы молимся за остаток Господь. Мы молимся за тех, которые не преклонили колен, как написано. Мы молимся Господь, чтобы этот остаток возрождался Господь, чтобы мы видели, как рождаются свыше люди во имя Ишуа. Мы хотим видеть Господь. Ты даже сказал весь Израиль спасется, придет от Сиона избавитель и отвратить нечестие от Якова. Господь, ты даже в Новом Завете в Откровении Господь не упомянул израильскую общину Господь, потому что у Тебя весь Израиль спасен. Мы благодарим Тебя, что весь Израиль спасется. Мы молимся об этом, поэтому мы живем здесь Господь. И я прошу Тебя, помоги моим братьям и сестрам проповедовать славную весть и не бояться Господь. И тогда ты будешь творить чудеса и знамения Бешем Ишуа Амашиах. И весь народ Божий скажет. Я скажу вам одну вещь. Есть некоторые люди, которые ищут чувства. Чувства это временно. Вера это всегда. Чувства это временно. Они сегодня есть, завтра их нет. Сегодня я чувствую что-то, завтра не чувствую. Но вера она всегда. Я слышал такое слово когда мы сегодня здесь молились. Господь сказал, что любящим Бога, избранным по Его изволению все, скажи все. Я слышал такое слово в своем сердце, в своем духе. Любящим Бога, избранным по Его изволению все, скажи все, все содействует ко благу. Живи так, что тебе все содействует ко благу. Аминь. Субтитры